Всем привет, призыватели! Кто-то мечтает попасть в золото, а кто-то недоволен платиной, но нас всех объединяет желание повысить свой ранг. Конечно же, вы можете гриндить салаку сутками напролет, но скорее всего это вам не поможет. В этом видео мы поможем понять, как учиться на собственных ошибках, а не повторять их раз за разом и сливать свой ранг. Прежде всего, первое, что нам предстоит понять и принять, это уровень своего скилла. Если вы в бронзе, то значит уровень вашего скилла бронза, и для этого есть определенные причины. Не думаю, что если игрок даймонда попадет в серебро, то он там надолго задержится из-за какого-то тролля, сливающего ему игру. Игрок из даймонда все равно легко выйдет оттуда за счет своего скилла. И не стоит сбрасывать со счетов, что у противников тоже будут попадаться слабые игроки, ну или тролли. Так, если вы еще не поняли, то вам нужно перестать обвинять всех вокруг, а принять тот факт, что если вы в бронзе, то находитесь там из-за собственных ошибок. Важно понимать пределы своего скилла и понимать, насколько хорошо вы сможете отыграть. Так, например, на хай Элла тащат такие чемпионы, как Камила или Син. Они способны соло выиграть игру, а могут забустить более сильного тиммейта, отдав им парочку киллов, и тем самым получить заветные ЛП. Камила механически тяжелый чемпион, но в хороших руках игрока высокого Элла в лейте способна играть 1 в 5. На низком Элла в посредственных руках она будет практически бесполезной. Поэтому, если вы из Лоу, то проще взять, скажем, Мальфита или Зака. Ваша полезность возрастет в разы, и вы не станете обузой для вашей команды. Нет, я не говорю, что вам нужно играть только танками, чтобы подняться по Элла. Я говорю о том, что нужно всегда оценивать свои силы и брать механически простых чемпионов, на которых вы умеете играть, вместо того, чтобы тратить время на чемпионов, которые пока что вам не по зубам. Часто игроки не заморачиваются и не просматривают реплеи своих игр. А зря. Даже в школах после контрольных диктантов проводят работу над ошибками. Это делается для того, чтобы ученики поняли свои ошибки и больше их не допускали. Точно так же и в лиге. Необходимо просматривать повторы своих игр и подробно рассматривать моменты, где, скажем, вы умерли. Тут нужно не просто посмотреть, а постараться критически подойти к моменту и понять, почему вы отправились на фонтан и как этого можно было избежать. Так просматривать и анализировать стоит все моменты, где вы совершили ошибку. После того, как вы возьмете это себе в привычку, вы заметите, как ваша игра становится все лучше и лучше. Далее мы поговорим о правильной последовательности ваших действий в игре. Давайте вернемся к нашему примеру с Лисином и Камилой. Как мы уже говорили, они не самые простые чемпионы. Для полной реализации силы чемпионов вам нужно научиться делать комбинации, и даже одна ошибка может прервать ваше комбо. В отличие от того же Мальфита, который уже в значительной степени более простой чемпион, именно благодаря этой самой простоте вам проще анализировать и принимать решения. Вот простое сравнение игры Камилы и Мальфита. Допустим, вы играете за Камилу, и на боте возник файт, и вы решили телепортироваться на нижнюю линию. Вы проиграли файт, и после начинаете анализировать о том, как вам нужно было входить в файт, какое умение использовать первым, какую кнопку вы прожали неправильно, при этом вы упускаете из виду более важные вещи. Например, стоило ли вообще использовать телепорт? В какой позиции стояли враги и ваши тиммейты? Ваш мозг просто взорвется от такого потока информации. Упуская более важные моменты, вы так и не научитесь учитывать основные моменты, и будете совершать подобные ошибки в каждой игре. Если бы вы играли Мальфитом, то все бы было намного проще. Вам не нужно перебирать целую кучу вариантов вашего комбо. Тут вы либо попадаете ультой, либо нет. А значит, вам гораздо проще понять, что пошло не так. И тогда вы больше будете уделять внимание на более важные аспекты игры. Ставьте себе реалистичные цели. Конечно, мечтать о высоком ранге это хорошо, но давайте будем честны, вы не сможете сразу попасть из железа в мастер-тир с первого раза. Мы видели игроков, которые апаются из серебра в даймонд за половину сезона. Однако перед этим они проделали большую работу в предыдущих сезонах. Ставьте перед собой краткосрочные задачи, которые улучшат вашу игру. Как мы уже говорили ранее, пересматривайте свои игры и смотрите свои слабые стороны, и пытайтесь их улучшить. Например, если вы плохо фармите, то поставьте себе задачу научиться делать это хорошо. Сами понимаете, с плохим фармом вы не сможете играть на более высоком Элла. Как только вы достигли этого, снова смотрите повторы неудачных игр и смотрите, какие ваши ошибки привели к проигрышу, и пытайтесь исправить уже их. Так, шаг за шагом, вы потихоньку начинаете становиться сильнее. Так что не нужно устраивать гонку, вместо этого ставьте перед собой реальные задачи, с которыми вы можете справиться. Преодолевайте их, и будет вам счастье. Последний и, наверное, самый тяжелый совет. Это отдыхайте, если у вас не идут игры. Сколько раз мы наблюдали, как игроки и даже не замечали, как негативные эмоции мешали играть не только им самим, но и окружающим. В стрессовом состоянии вы не сможете принимать правильные решения. Вы будете допускать много ошибок. Да уж против физиологии и не попрешь. Поэтому в такие моменты важно сделать передышку и посмотреть фильм, пойти погулять или может поиграть во что-нибудь другое. Если проигрываете, то делайте перерыв минут на 15-20. Если снова, то сделайте перерыв на час. Но если это не помогло, то поиграйте уже на следующий день. Даже если идет винстрик из шести игр, но после этого проигрываешь уже две, то это явный сигнал, что сегодня, наверное, уже не стоит. А еще можно отвлечься и поиграть в другие режимы. Ну или выбрать непривычную для себя роль и пофаниться там. Хотя, если честно, это будет не самый эффективный отдых. А на этом наше сегодняшнее видео подходит к концу. Надеюсь, что наши советы окажутся полезными для вас. Кстати, а какие бы вы дали советы новичкам в Лиге Легенд? Ответы пишите в комментариях. А также не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Еще увидимся. Пока-пока.